Я читаю из книги Иисуса Навина, главу третью. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Священникам же сказал Иисус, возьмите ковчег завета и идите перед народом. Священники взяли ковчег завета и пошли перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу, в этот день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, чтобы они узнали, что, как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. И Иисус сказал сынам Израилевым, подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. И сказал Иисус, из этого узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Хананеев и Хиттеев и Евеев и Ферезеев и Гергесеев и Амореев и Иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан, и возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых по одному человеку из колена, и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет. Текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета перед народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священника, внесших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на очень большое расстояние до города Адама, который возле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женесшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилева переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан.